На Земле насчитывается более 7 миллионов 700 тысяч животных, абсолютно разных форм, размеров и окрас. Но, казалось бы, что человек знает обо всех этих прекрасных и необычных созданиях? Многое. Но ежегодно ученые открывают все новые и новые виды. Давайте вспомним о некоторых из тех, кто рядом с вами, но мы или что-то слыхали о них, или, может быть, знаем многое, а может быть, не знаем почти ничего. Итак, на шестом месте Ай-Ай или Руконожка Мадагаскарская. Как-то мы рассказывали вам об этом звере в нашей зверской рубрике. Уникальная обезьянка, уникальная во всем. Строением зубов похоже с грызунами. Способом поиска пищи схожа, вы удивитесь, с дятлом. Обезьянка постукивает по деревьям, потом прогрызает отверстие в нем и достает личинки длинным средним пальцем. Необычен внешний вид этого зверя. Крупная широкая голова, при этом узкая мордашка, большие кожистые уши и небольшие глазки. Ай-Ай редчайший и вымирающий вид планеты. В Красной книге, конечно. На пятом месте сатанинский или листохвостый геккон. Там же на Мадагаскаре можно встретить это фантастическое животное. Особый интерес вызывает не только внешний вид геккона, но и его особое умение маскироваться. Именно поэтому заметить его, ох, как нелегко. Животное имеет широкий хвост, тело с прожилками, коричневый окрас, и это делает его очень похожим на обыкновенный высохший опавший лист. Именно лиственная подстилка среда обитания этих зверьков. Только по красноватым устрашающим глазам и можно понять, что это вовсе не лист. На четвертом месте водяной олень, кабарга болотная или олень-вампир. Вот сколько названий. Что же это за чудо-олень такой? Рост и внешний вид, увы, не совпадают с типичным представителем известных нам оленей. Изогнутые клыки, торчащие из-под верхней губы. То, за что олень получил название – вампир. Именно из-за наличия этих клыков считали, что зверь пьет кровь других животных. На самом деле они нужны в банальной битве за самку. И хотя внешняя кабарга похожа на оленя, однако рогов у этого животного нет вовсе. А название «водяной олень» зверь получил из-за способности плавать. Кстати, самый дорогой продукт животного происхождения – мускус – находится в мускусной железе самца водяного оленя. Выращивают ради мускуса этих зверей на специальных фермах, где собирают ценный продукт без вреда для их здоровья. Чаще всего мускус применяют в народной медицине для лечения самых разных заболеваний. Но следуем далее. На третьем месте – гуара или гривистый волк. Это мощное животное, похоже на мифическое существо. Вот уж уникальную внешность создала природа. Внешний лисица, однако, с крупными ушами, длинными лапами, похожими на копыта. И при этом волк. Длинные лапы нужны для прохождения через высоченную траву. Гуара занесена в Международную Красную книгу и относится к видам, которые близки к очень уязвимому положению. Количество их постепенно сокращается из-за использования равнинных местностей под пашней, а еще вылов для использования в народной медицине. Глаза животных считают символом удачи у аборигенов Южной Америки. И этим все сказано. В общем, если истребление будет происходить такими темпами, где-то через 50 лет один из этих древних видов просто исчезнет. Второе место. Осьминог Дамба. Если отправиться в путешествие по водным глубинам, то можно встретить необычного и милейшего осьминога с этим именем. Название свое он получил благодаря мультфильму. Точнее, персонажу мультика «Слоненку Дамба» с большими ушами. Этот представитель обычно имеет длину тела до 30 сантиметров, но порой может достигать даже до метра 80 в длину. Расцветка бывает самой разной. Однако морской обитатель имеет одну особенность – становиться практически прозрачным. Уши по бокам головы – это не уши, это плавники, благодаря которым осьминог может координировать свои движения. И несмотря на милейший внешний вид, Дамба – хищник, который внезапно нападает на свою добычу. Ну и на первом месте рыба-капля. Странная, больше похожая на персонаж мультика «Животное». У нее нет ни чешуи, ни мышц, но есть при этом плавники. Желатиноподобная рыба. Спереди тоже вовсе не похожа на рыбу, больше всего на ворчливого человека. Огромный рот, массивные губы, нос картошкой, два небольших глаза делают это существо запоминающимся. Ну и благодаря этим особенностям рыбки спокойно себе сидят в засаде, да и ждут пищу, просто открывая рот, куда эта самая пища попадает. Вылавливать этот вид рыбы запрещено, но все-таки они порой попадают в сети. В некоторых странах Азии рыба-капля и вовсе царь рыба – истинный деликатес. Если предложить название списка этих самых необычных животных, наверное, у каждого он будет свой. Природа столь умна и многообразна, что умеет сочетать несочетаемое и создает самые причудливые формы, размеры, цвета и другие особенности животных. Некоторые из них похожи на выдуманные мифические персонажи или героев мультиков. Ну и пусть, главное, чтобы они оставались среди нас, наши особенные и необычные соседи по планете.